Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем чтение полезных наставлений святителя Иоанна Златоуства из симфонии его творений. Сегодня мы с вами рассмотрим один из самых страшных смертных грехов, которым человечество наполняло мир не только тысячи лет, тысячи лет тому назад, но сейчас тоже уже мы довольно-таки часто слышим об этом грехе. Я говорю о содомском грехе. Какая-то новая и беззаконная страсть вторглась в нашу жизнь, постигла болезнь тяжкая и неисцельная, поразила язва, жесточайшая из всех язв, измышленная, какое-то новое и нетерпимое беззаконие, потому что нарушаются не только писанные, но даже естественные законы. Для распутства уже мало любодеяния, и как в болезнях последующие сильнейшие страдания заглушают ощущения предшествовавшей боли, так и чрезмерность этой язвы делает то, что уже не кажется нетерпимым, и нетерпимое – разврат женщины. Хотят и окажется иметь возможность избегать этих сетей, и женскому полу предстоит уже опасность сделаться излишним, так как его во всем заменяют отроки. И не только это ужасно, но и то, что такая мерзость совершается с полной безопасностью, и беззаконие стало законом. Никто уже не опасается и не страшится, никто не стыдится и не краснеет, но еще хвалятся этим позором, и целомудренные кажутся безумными, и обличающие нездоровомыслящими. Так среди городов, как бы в великой пустыне, мужчины на мужчинах делают срам. Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 27 стих. Если же некоторые избежали этих сетей, то нелегко им избегнуть худой славы от таких развратников. Во-первых, потому что их весьма немного, от чего они легко затмеваются множеством порочных. Во-вторых, потому что сами окаянные и злые демоны, не имея возможности иначе мстить презирающим их, стараются вредить им этим способом, не имея сил нанести смертельную рану и поразить саму душу. Они стараются, по крайней мере, повредить их внешнему украшению и лишить всякой доброй славы. Поэтому многие, слышал я, удивляются, как и теперь не спал еще другой огненный дождь, как еще не подвергся участи Содома наш город, достойный наказания тем более тяжкого, что не вразумился и бедствиями Содома. Несмотря на то, что та страна уже две тысячи лет видом своим сильнее, чем голосом, вызывает к людям всей вселенной, чтобы не дерзали на такую гнусность, они не только не воздерживаются от этого греха, но стали еще бесстыднее, как будто состязаясь с Богом и стараясь показать своими делами, что они тем более будут предаваться этим порокам, чем более он будет угрожать им. Почему же не произошло ничего такого? Горехи Содомские совершаются, а Содомских наказаний нет, потому что их ожидает другой огонь. Боли жестокие и наказания бесконечные. Если мы так гневаемся, негодуем, то как допустят безнаказанно совершить такие дела Бог, которые более всего печется о человеческом роде и крайне отвращается и ненавидит порочность этого? Быть не может, нет. Он непременно наложит на них крепкую руку, нанесет нестерпимый удар и подвергнет мучениям столь жестоким, что бедствия, постигшие Содом, в сравнении с ними, покажутся игрушкой. Подлинно, каких варваров, какую породу зверей не превзошли эти люди своей бесстыдной похотью? Бывает у некоторых бессловесных вожделение сильная и похоть неудержимая, не отличающаяся от бешенства, но и они не знают этой страсти, а удерживаются в пределах природы, и сколько бы ни раздражались, не нарушают законы природы. А эти одаренные разумом, сподобившиеся божественному учению, предающие другим, преподающие другим, что должно делать и чего не должно, и слышавшие Писание, не шедшие с неба, не с такой наглостью совокупляются с блудницами, как с отроками, они с таким неистовством покушаются на все, что будто они не люди, а как будто нет промысла Божия, бодрствующая и судящего дела, но как будто бы все покрыло тьма, и никто не видит и не слышит этого. Отцы расслеваемых отроков переносят это молча. Не взрываются в землю вместе с детьми и не придумывают какого-либо средства против зла. Между тем, если бы надо было от этого недуга отправить детей на чужбину, на море, на острова, за необитаемую землю, на самый отдаленный от нас край Вселенной, не надлежало бы сделать и потерпеть все, чтобы не было таких мерзостей. Вот такие ужасные вещи мы сейчас сами слышали, прочитали у святителя Иоанна Златоуста. Это когда? Почти 2000 лет назад нас это не удивляет. Но нас многих удивляет, что в православной, можно так сказать, стране, где православных большинство, у нас даже есть такие люди, которые работают на ответственных постах, журналистами, и совершили публично каменкаут. Это приветствуется. Многие люди не осуждают. Да. Дорога у нас всем. И президент об этом тоже говорил, когда его искушали иностранные журналисты, как относятся вот к таким людям здесь, ну, чтобы не ущемлять права, чтобы не взывать на раздражение, на какое-то осуждение или на какие-то очередные санкции. Ну, достаточно ответил нормально наш президент, что в правах не ущемляются такие люди. Но я сейчас не об этом. Так постепенно мы скатываемся в болото. Приветствуются суррогатные дети. Мы хвалимся. Ой, какие детишки! Я же не буду говорить, вы сами догадывались у кого. Ой, какие же детишки талантливые! Ой! А что будет, когда эти детишки подрастут? И сейчас в школах никто не скажет, что вы купленные дети. Вот. Вообще столько, что творится! Безумный мир! И Господь это все попустил по нашему никакому нулевому духовному состоянию. А будет еще хуже. Не осуждайте никого! Никого не осуждать! Да, мы не имеем права осуждать. Но приветствовать это мы не должны. Страшно все! Какое наказание нас всех ждет, как апостол Петр. Я всегда вспоминаю, если праведник едва спасется, где явится грешник? Мы с вами точно неправедники. Помоги нам, Господи, все услышанное принимать с пользой для себя. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.